есть довольно занятный вопрос который периодически от вас мои зрители слышу звучит он усредненно как-то так почему я испытываю вину стыд разочарование досаду и правильно ли вообще испытывать это так как я ну и дальше человек собственно описывает странное проявление этой эмоции в своей жизнедеятельности скажу сразу здесь мы рассмотрим широкую картину психологии проявления этих чувств и эмоций материал подойдет для всех но далеко не для каждого разъяснит его собственные индивидуальные различия если к концу ролика у вас останутся вопросы welcome в комментарии по ним и буду решать нужна ли вторая часть материала ну а если хотите уточнить личные моменты для этого напоминаюсь патреоны бусти не будем оттягивать поехали что такое чувство или эмоция вины скажу вам то что вы точно не знали чувство вины как симптом присутствует в международном классификаторе болезней 11 редакции которая вскоре вступит в силу подраздел психические или поведенческие симптомы клинического случая mb24.b а знаете зачем вам эта информация она оправдывает научную ценность материала в плане поведенческой психологии на трон села на трон села царь во дворца царь во дворца ну да ладно отложим шутки про моё чсв в сторону подойдем к вопросу предметно чувство вины сложное чувство или же эмоция в подавляющем большинстве негативного окраса триггером как правило является действие или бездействие субъекта которая может принести негативное последствие для себя или других в отличие от базовых эмоций чувство вины это сложная эмоция возникающая вследствие сложных социальных взаимодействий внутри общества почему именно так объясню немного дальше чем это чувство отличается от досады стыда и разочарования на самом деле отличие у досады разочарования не так много это также сложные эмоции однако направленного внутрь себя характера а вот стыд это по сути разновидность вины когда есть культурно и морально этически закрепленный запрет на определенные действия например порицание адюльтера проще говоря супружеской измены при всем этом что самое важное в этой дефиниции и описание всех этих чувств их сложность они не присущи животным кроме разумных социально племенных видов таких как собственно наш мы выработали их путем развития интеллекта так что я вас поздравляю мои зрители если вы способны испытывать их значит вы принадлежите к осознанному виду и тут вы можете сказать ахаха рептилоид я тебя подловил я видел кучу видосиков где собаки испытывают чувство вины за погрызанные тапки хозяина или созданный в доме бардак а ты сказал что это сложная эмоция присущая лишь разумным и ап именно так а теперь назовите хоть одно другое животное которое тоже испытывает вину не можете правильно потому что собака единственное животное эволюционировавшие вместе с нами на правах не скота имею в виду скотоводство как выращивание для мяса заготовки животных многие зоологи этологи и антропологи считают что собаки приобрели множество так сказать перков именно благодаря общению с человеком по сути эволюционировали в симбиозе вместе с нами при этом не могу не отметить что пока еще нет стопроцентных доказательств того что собаки могут испытывать чувство вины как впрочем еще нет императивных доказательств того что не могут но в чем уверены практически все ученые так это в том что собаки могут осознанно демонстрировать поведение который человек интерпретирует уже как проявление чувства вины отсюда и вина во взгляде раскаяние поведение похожая в чем-то на детское ну и не забываем что хорошо воспитанная собака по уровню интеллекта равна двухлетнему ребенку отсюда и фраза хозяева их собаки очень похожи друг на друга те же коты к примеру более верны себе и не настолько мимикрировали от симбиоза с homo sapiens вообще честно говоря я уже никому не верю ничего не жду но эта тема для отдельного ролика не по моей специальности если что есть отличный канал на тему все как у зверей с евгенией тимоновой история вопроса возвращаемся к основной теме если вина это высшая эмоция возникшая от сложных социальных взаимодействий у нашего вида то зачем она нужна есть множество теорий на эту тему некоторые связывают ее с морально-этическими ценностями личностного характера другие с перфекционизмом внутреннего я третье полагает что это регуляторный механизм культуры и общества в рамках корреляции поведения индивида и как раз последними я согласен объясню почему по документальным свидетельствам прошлого мы четко можем отследить что вина всегда была взаимозависима она зависела от правил культуры того или иного общества так первые письменные законы древних шумеров дают нам понять что фраза око за око и зуб за зуб не просто поговорка это нормативный акт прививающий мысль что навредить другому субъекту равно навредить также и себе хоть и постфактум виде наказания христианскую же эпоху наоборот внедрялась мысль ударившему тебя по правой щеке подставь левую что согласитесь абсолютно противоположный подход смирение и терпимость вместо справедливости и может когда-нибудь в будущем за это терпение последователям будет даровано спасение души насколько успешно внедрялась эта мысль также не наша тема но идея все прощение как минимум провозглашалась соответственно менялись и причины за что именно человек испытывал ту самую вину при этом столкновение людей из разных культурных сред обитания всегда приводило к недоумению таким образом язычники викинги и для которых смерть в бою была почетом очень удивлялись трусости христиан из англии в которой они постоянно вторгались ради грабежа и славы христиане же поражались варварству норманов и тому что они не понимают что попадут в ад между тем если культура менялась то одно было неизменно психические расстройства и заболевания есть ряд психических отклонений полностью ли частично убирающих возможность проявления чувства вины в сознании человека психопатия социопатия психоз или например маниакальная фаза биполярного расстройства а также деменция это так на вскидку некоторые историки считают что самые жестокие бессмысленные бойни в истории человечества происходили как раз под предводительством личности с такими заболеваниями такое объяснение думаю не лишено здравого зерна в то же время полностью доказать это нереально так как психические заболевания с точностью стало возможно диагностировать лишь с появления компьютерной магнитно-резонансной томографии и реонцфолографии ну и в принципе такое понятие как криминальное или уголовное законодательство существовавшая в письменном виде еще древних шумеров показывает нам что всегда были люди не обязательно с психическими расстройствами которые игнорировали либо подавляли чувство вины за преступление ими содеянное это можно объяснить не только другой культурной средой где воспитывался человек так как не убей или не укради довольно распространенный закон во всех частях мира в разные эпохи вспомните ту же притчу о каяни и авели библейская история она скорее показывает что вина как эмоции или чувства испытывается субъектом крайне индивидуально конечно большинство будет идти на поводу закона или общественного мнения но всегда будут и те кто сопротивляется такому влиянию все это подчеркивает искусственность сложность эмоции ее видовое отличие от базовых чувств и переживаний манипуляции чувством вины и тут стоит разъяснить важный аспект есть два типа манипуляции и виной 1 есть так называемая корыстная манипуляция использующиеся сторонними субъектами по отношению к вам пример за приведение которого мне обильно насыпят дизлайков псевдо патриоты долг перед родиной виде срочной службы уточню тут я имею ввиду именно страны пост ссср такие страны как израиль призывают на службу так как от этого зависит как выживание страны так и выживание самих срочников им дают нужные знания самообороны и учат как вести себя правильно при обстрелах в случае угрозы боевиков учат основам работы с оружием и первой медицинской помощи а вот что получает срочник странах пост ссср копать отсюда и до обеда стрельба и закапор раз за всю службу использование молодняка как дешевой рабочей силы не надо тут в комментариях начинать да ты служил офицером и не понимаешь как срочка превращает мальчика в мужчину а конечно единственный полезный навык полученный от меня помощником срочником был виде понимания как работать за ноутбуком в орде не потому что я не хотел его обучать премудростям а потому что по плану военной части как подразделение адекватного обучения не было предусмотрено вообще а если брать любого отслужившего срочную службу человека в пост ссср и спросить на что ты потратил год или два службы он так и ответит долг родине отдавал не ребят это пропагандистский лозунг вы исполняли норму морально устаревшего манипулятивного закона который обязывает вас быть бесплатной рабочей силой в ссср каждый срочник обучался реальным навыкам обороны страны хоть сейчас эти навыки и устарели в них был толк в тот момент времени сейчас нет да и подумайте сами если бы была реальная нужда обучать население гражданской обороне почему от этого отрезается большая часть этого самого населения женщины не потому лишь что это тут же вызовет публичный разговор на всех социальных уровнях о том что нужна ли вообще срочная служба из большой вероятности и и просто отменят тем самым забрав у государства бесплатную молодую рабочую силу в ту же копилку женщина обязана выйти замуж и родить детей это уже пример живого права морально-этических установок общества и традиции то есть по закону принудить к этому нельзя но общество активно психологически давит на женщину ну вы в курсе часики то тикают как это ты без мужика зачем я тебя рожала если ты мне внуков не делаешь и так далее особо упирают на это пролайферы и религиозные деятели мол бог природа высшие силы подставьте нужное дали женщине репродуктивную систему а значит она должна ее использовать и тут я скажу постой природа также наградила человеком мозгом который способен анализировать сложные явления и обнаруживать причинно-следственные связи между тем большинство не пользуется этим инструментом природы потому что так легче жить так почему женщина должна обязательно пользоваться репродуктивной функцией правильный ответ не должна это опциональный выбор каждого все описанное выше в виде давления третьих лиц это прием вынуждающий вас чувствовать вину а когда человек испытывает вину его выбрасывает из рамок зоны психологического комфорта и чтобы в них вернуться нужно исполнить то что от тебя требуется такова наша психология социальных животных сознание считает что можно выжить лишь в условиях племени а значит племени нужно угождать изменчивое инстинктивное поведение в среде обитания как с этим справляться очень просто на самом деле и в то же время невообразимо сложно нужно признаться себе что ваше социальное окружение манипуляторы ищущие исполнение своих корыстных мотивов за ваш счет если с государством это сделать легко это бездушная бюрократическая машина то как например быть с вашей мамой или папой что если мать заставляет дочь рожать детей которые той не нужны а отец заставляет сына идти на срочку несмотря на то что тот поступает на бюджет в вудс да в моей практике и того и другого хватало с избытком теперь понимаете в чем сложность борьбы с манипуляторами они чаще всего наши самые близкие люди и решение лишь одно менять ближнее окружение уходить из гнезда потому что доказать манипулятору что он манипулятор само по себе сложно и даже если вы сможете это сделать велика вероятность что они возненавидят вас за раскрытие их сути пусть родители и родственники и друзья любят вас издалека так она спокойнее будет и им и вам по крайней мере таково мое мнение и выводы исходя из успеха обретения душевного спокойствия у тех людей которые послушали моего совета хотя есть к сожалению второй манипулятор гораздо сильнее любого вашего родственника он способен заставить вас чувствовать вину в любой момент времени используя любой легчайший триггер он будет изводить вас не давая работать и спать он ваш величайший дар и проклятие ваш мозг ну не совсем он сознание хотя она не работает без памяти багажа накопленных знаний которые хранятся в некоторых участках мозга чувство вины которое продуцируете вы на себя сами самое сильное из возможных его формирование практически самопроизвольно и от сознательной части и я не зависит тут первостепенное влияние имеет то как вас воспитывали и какие моральные установки давали именно они проявляются реакциями на сложные жизненные ситуации которые ваш мозг анализирует с точки зрения других эмоций тот самый порог 25 лет формирования личности о котором не раз упоминал допустим человек выжил в сложном дтп а другие погибли вроде бы радуйся тебе повезло или ты смог правильно среагировать на дороге и и спастись но нет множество раз наблюдал при таком комплекс вины выжившего когда человек винит себя в том что спасся только он между тем нет от такого человека ничего не зависело в подавляющем большинстве случаев и его вина не целесообразно она принесет ему только ненужное страдание блин я сейчас звучу как коуч на собрании анонимных алкоголиков признай что от тебя ничего не зависит отдайся высшим силам где но сути это не меняет либо вы ничего не можете поделать ситуации либо не хотите либо на это будет потрачено слишком много ваших ресурсов неважно моральных или материальных как только вы начнете оценивать каждую ситуацию производящую чувство вины именно с позиции могу ли я на нее повлиять и стоит ли это моих сил вы достигли пресловутого дзена уточню мне это так и не удалось окончательно порой не всегда могу применить эту формулу в нужных обстоятельствах сразу хотя в большинстве своем этот рецепт помог мне адекватно проанализировать вину и отрефлексировать ее что в свою очередь приводит к здоровой психодинамике за что человек должен испытывать чувство вины и тут мы сталкиваемся с самым главным вопросом этого материала тут у меня есть две позиции как психолога и как такого же обычного человека как и ты смотрящий этот материал как психолога мой ответ достаточно прост я не знаю видишь ли мне неведомо здоров ты или нет в психическом плане я не знаю историю твоей жизни в каких морально-этических и законодательных обстоятельствах ты воспитывался и уж тем более по каким правилам ты живешь сейчас от того как специалист я не вправе указывать тебе что ты должен чувствовать или не должен ведь по факту ты ничего и никому не должен если это не урегулировано законом твоей страны да и в случае ты можешь переехать другое государство если правило этого тебе по каким-то причинам дискомфортны запомни ты никому ничего не должен лишь себе это это философский вопрос связанный с понятием гедонизма о котором нужно говорить в отдельном материале мой же ответ как обычного человека таков есть общие гуманистические ценности выработанные нашим видом для его собственно вида сохранения и улучшения эти правила во многом дублируются цивилизованным обществом помоги тому кто оказался в обстоятельствах более сложных чем твои не наноси вред другим людям и животным без надобности уважать чужую жизнь и право выбора не нарушай закон ну и конечно детали и вариации этих правил которые от общества к обществу разнятся именно стремление к ним подарила нам возможность жить в самое комфортное время в широком смысле этого слова чтобы обеспечить свои базовые потребности не нужно пахать на поле от рассвета до заката 7 дней в неделю у нас есть права от передвижения до вероисповедания свободный доступ ко всем накопленным знанием человечества и любым развлечением это все стало доступно благодаря общей зоне комфорта виде достаточно простых правил гуманизма именно поэтому их нужно соблюдать и продвигать дальше в страны где человечности порой критично не хватает но даже это диктовать тебе я не вправе твоя жизнь твой выбор твое удовольствие а чувство вины оставь его тем кто на это действительно заслуживает таких людей в мире уж поверь немало если ты смотрел другие мои материалы то мне не нужно повторять кто они ну а на этом будем закругляться как всегда моя огромная благодарность патроном и бустером именно благодаря им я могу четко планировать графики отгулов и отпусков с основной работы и тратить это время на разработку контента для всех нас и с чистой совестью могу отказываться от десятков ежемесячных предложений рекламы на канале вот типа таких особо отмечу благодарностью комбриги али анахронизм эдвард джеймс пуха зязя вупли микан десу иванов джон хаймовец полковники александр аскульт ругель и горка game channel эль серхио габиид гинсиан гудимэн галим кап джу бой лаксерро реплей game spb stone dust beer ukrainian smuggler дудка евгений барсук максим холодков михаил маренко илья волков евгений и карина мэль радек волонтеры алексей абрамович эндрю баранчков хаунд йохас хилин джон доу максим никулин социалитик тайра джой гней марций евгений гончаренко юрий владислав александрович псинджи секси капкан блэк кави константин колосов даниил черочкин берч мэрил addiction psychiatrist ромбатор юми шинригаки миша сандулович гуджой нурсултан аренхануа александр шаркалов дитсен кэтов легион нина н рихтер нина если вы хотите получать от меня бонусы как и они ссылка на патреоны бусти в описании к ролику подкасты о войне военной и кризисной психологии психиатрии армии без цензуры ранний доступ к основным роликам появление в списке благодарности и личное общение в общем жду вас единоразово помочь каналу в развитии можно по ссылке в описании на donation alerts как всегда не прощаюсь думаю скоро услышимся